В Алматинской области стартует военное учение Баттл Той Тарыс 2023, за которыми лично следит глава государства. На месте события находится наш корреспондент Айгуля Монтаева. Айгуль, здравствуйте, вам слово. Приветствую коллеги, мы находимся в 30 примерно километрах от города Кунаев, учебный полигон Берег. И прямо сейчас заканчиваются последние приготовления к самым масштабным стратегическим военным учениям Баттл Той Тарыс 2023. Буквально с минуты на минуту начнется само действие, события будут развиваться здесь, прямо на этом поле. И чтобы вы примерно могли оценить масштаб учения, достаточно сказать о цифрах. Одной только военной техники будет использовано больше 600. Это и противовоздушная оборона, и тяжелая бронетехника, плавательные сооружения. Все новейшие образцы вооружения, почти 2000 военнослужащих, продемонстрируют свой уровень подготовки верховному главнокомандующему. Касымжумар Тукаев уже здесь и готов лично оценить уровень боеготовности. Давайте сейчас прямо в прямом эфире посмотрим, на что способна казахстанская армия. Продолжение следует... Господин Верховный Главнокомандующий, уважаемые гости. Вашему вниманию представляется показ этапа практических действий бригадной тактической группы, десантных штурмовых войск, во взаимодействии с подразделениями сухопутных войск, военно-воздушных сил и сил специальных операций, приведение наступления с форсированием водной преграды и разгрома обходящего отряда противника на противоположном берегу. Противник применил беспилотные летательные аппараты. По переднему краю наших войск ведется активное огневое воздействие. Командирам бригадной тактической группы принято решение беспилотные летательные аппараты противника уничтожить огнем зенитных установок. Эффективное поражение бронов противника спаренными зенитными установками ЗУ-23-2. В небе вы наблюдаете введение воздушной разведки с применением беспилотных летательных аппаратов, состоящих на вооружении разведывательных подразделений. С южного берега реки осуществляется переправа подразделений сил специальных операций с группами разминирования инженерных войск на лодках типа «Ротан» в интересах обеспечения форсирования группами сил специальных операций. Проводится разведка водной преграды и противника на противоположном берегу. Проделывание проходов в минных полях на противоположном берегу группами разминирования инженерных войск. В небе звено самолетов истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ. Скабрирование наносят ракетные удары по опорным пунктам и огневым средствам противника. Вы наблюдаете точное поражение с использованием авиационных неуправляемых ракет. Последовательно, уничтожая объекты противника, авиационные удары наносят ударно-боевые вертолеты армейской авиации Ми-35, идущих на боевом курсе с задачей уничтожить вновь выявленные огневые средства противника на южных скатах горной линии. Эффективное поражение противника осуществляется с использованием неуправляемых ракет типа С-8. Командир бригадной тактической группы принял решение нанести огневое поражение противнику силами двух артиллерийских дивизионов. Вы наблюдаете эффективное поражение огневых средств противника на переднем крае его обороны. Командир бригадной тактической группы принял решение с сосредоточенным огнем из всех видов оружия уничтожить огневые точки и укрепленные пункты противника в боевых порядках введение огня и поражение объектов противника из вооружения танков Т-72. Огонь ведется по бронетехнике и огневым средствам на укрепленных позициях как бронебойными, так и осколочно-фугасными боеприпасами. Выдвижение из исходного района и развертывание первого эшелона бригадной тактической группы для форсирования водной преграды и захвата плацдарма на противоположном берегу продолжает непрерывное огневое воздействие на противника артиллерийская группа. Не снижая интенсивности с огневых позиций ведет прицельный огонь танковая рота уничтожая бронеобъекты противника и живую силу. Вы наблюдаете, как десантно-штурмовая рота первого эшелона на указанном участке осуществляют вход в воду и форсируют водную преграду сходу. Наращивание усилий наступления и продвижение в глубину обороны противника осуществляется вводом в сражение 2-го эшелона передового отряда в составе 2-й десантно-штурмовой роты. Форсирование водной преграды осуществляется без снижения темпов наступления войск. С выгодных позиций на южном берегу подразделения прикрытия осуществляют постоянное огневое воздействие на противника, подавляя и уничтожая его огневые средства. По мере приближения наших войск к противоположному берегу огонь артиллерии переносится в глубину обороны противника. Корректирование огня осуществляется по сигналам командира роты, наступающего в первом эшелоне. Наблюдение за результатом огневого поражения и действиями противника в глубине осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов в режиме реального времени. Уважаемые господа, вы наблюдаете форсирование водной преграды вторым эшелоном передового отряда. Артиллерийская группа бригады ведет огневое сопровождение форсирования, надежно поражая вновь выявленные объекты противника в его глубине и на флангах, сковывая его действия и воспрещая проведение маневр. Развивая успех из исходного района, по трем направлениям на рубеж форсирования выдвигается третий эшелон в составе мотострелковой роты на боевых машинах пехоты БМП-2. С достижением противоположного берега третий эшелон совершает маневр охвата и выходит в пил противника, где во взаимодействии с первым и вторым эшелоном завершает его разгром. Справа от боевого порядка выдвижение понтонно-мостового батальона и его развертывать. Понтонно-мостовой парк предназначен для оборудования мостовой и паромной переправы грузоподъемности от 60 до 170 тонн протяженностью до 150 метров. Завершает форсирование и захват противоположного берега подразделение третьего эшелона в составе мотострелковой роты на боевых машинах БМП-2. Со сосредоточенным огнем первого и второго эшелона, а также подразделения прикрытия передового отряда надежно поражаются и подавляются объекты противника во всей глубине его обороны. Уважаемые господа, вы наблюдали. Один из способов преодоления водной преграды форсирование сходу водную преграду протяженностью 250 метров форсировал усиленный десантно-штурмовый батальон свыше 40 единиц бронетехники и около 400 десантников в полной боевой экипировке. В небе выход на боевой курс самолета военно-транспортной авиации Си-295. На борту самолета размещены боеприпасы, медикаменты и продовольствия, необходимые для ведения боевых действий подразделениями передового отряда. Впервые в вооруженных силах Республики Казахстан в рамках учения массовое десантирование грузов посредством самолетов военно-транспортной авиации Си-295, переоборудованных для этих целей, что многократно расширяет боевые возможности и живучесть десантно-штурмовых войск при ведении боевых действий в отрыве от главных сил. По данным воздушной разведки, в оперативной глубине обороны противника обнаружено выдвижение его резервов в составе докомбинированного батальона. Командующим десантно-штурмовыми войсками принято решение на применение тактического воздушного десанта. На вероятных маршрутах выдвижения противника задача воспредить выдвижение резервов противника, нанести им максимальное огневое поражение и во взаимодействии с передовыми частями завершить его разгром. Для захвата площадки приземления и обеспечения десантирования главных сил передовой отряд ведет разведку с воздуха. В местах приземления на ходу принимают боевой порядок, стремительно выдвигаются на выгодные для ведения боя рубежи за границами площадки приземления, захватывают их, организуют оборону и не допускают подхода противника к площадке приземления, обеспечивая выброску главных сил. Вслед за десантированием грузов на боевой курс выходит три самолета Си-295 военно-транспортной авиации с десантниками на борту. Военно-транспортный самолет Си-295 с передовым отрядом тактического воздушного десанта. Высадка десанта осуществляется на парашютах специального назначения Берку с высоты 1800 метров. Завершает десантирование экспертная группа десантно-штурмовых войск на парашютных системах специального назначения Инсайдер, акционерного общества Технодинамика. Передовая группа десанта осуществляет уничтожение противника на площадке приземления, захватывает ее и обеспечивает высадку главных сил. При встрече с противником на маршрутах выдвижения десант, не ввязываясь с затяжной бой, обходит очаги сопротивления, огнем и решительной атакой уничтожает мелкие группы противника. Завершив захват площадки приземления, передовой отряд тактического воздушного десанта занимает круговую оборону и готовится к встрече главных сил. Выход на боевой курс транспортно-боевых вертолетов Ми-17 с десантом на борту в сопровождении пары ударно-боевых вертолетов Ми-35. Боевой полет в район десантирования совершается одной колонной на малых и предельно малых высотах. После высадки личный состав формирует круговую оборону в готовности к отражению нападения противника. После десантирования тактический воздушный десант быстро и скрытно выдвигается в предбоевом порядке к назначенному рубежу и сходу захватывает его. С выходом к назначенному рубежу десант закрепляется на нем и овладевает прилегающими командными высотами. Переходит к круговой обороне в готовности к отражению нападения. Завершив уничтожение противника десант в предбоевом порядке осуществляет выдвижение в районовый класс. Поддерживающие вертолеты находятся в готовности к огневой поддержке подразделения хранения прикрытия и вертолетов десантной группы особенно при их посадке и взлете. Уважаемые господа Вашему вниманию был представлен показ развертывания и наведения понтонно-мостовой переправы через реку Ильи. Для развертывания переправы протяженностью 250 метров, шириной проезжей части 7 метров и грузоподъемностью 60 тонн осуществляет выдвижение из исходного района колонна главных сил оперативно-стратегического командования к участку переправы. Переправа производится несколькими рейсами в установленном порядке выдвижение колонны осуществляется под прикрытием самолетов фронтовой и вертолетов армейской авиации. Многоцелевой самолет истребитель-бомбардировщик Су-30СМ предназначен для уничтожения воздушных и наземных целей противника днем и ночью в любых метеорологических условиях. Прямо перед вами в районе понтонного моста вы наблюдаете переправу колонны главных сил. Первый эшелон составляет легкие маневренные десантно-штурмовые подразделения на бронетранспортерах БТР-80. За ними колонну выдвигаются тяжело вооруженные и бронированные подразделения второго эшелона в составе мотострелковых и танковых подразделений на гученичной технике боевых машинах пехоты БМП-2 и танков Т-72. Справа в небе вы наблюдаете переброску подразделений и техники сил специальных операций вертолетами Ми-17 армейской авиации в район выполнения задач. Вы наблюдаете переброску многоцелевых мотовездеходов повышенной проходимости БАГИ на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов Ми-17. Силы специальных операций структурно состоят из отряда специального назначения, разведывательных полков и центров подготовки специалистов. Уважаемые господа! Вашему вниманию представлен практический показ преодоления водной преграды форсированием сходу на бронетехнике, переправой по понтонному мосту и на плавсредствах. На противоположный берег переправлен усиленный десантно-штурмовый батальон, около 100 единиц военной техники и свыше 700 военнослужащих полной боевой экипировки. Посредством военно-транспортной авиации осуществлено десантирование 100 десантников парашютным способом и 250 десантников посадочным способом. В район ведения боевых действий переброшено 2500 килограмм груза. Господин Верховный Главнокомандующий, уважаемые гости, на этом показ практических действий завершен. Айгуль, вы меня слышите? Какой главный замысел был учений? Да, студия, коллеги, добавлю, что сейчас я вас отлично слышу, а пару минут назад, во время масштабных учений, это бы мне удалось с трудом. Что ж, официально Батл Той Тарас-2023 здесь, на учебном полигоне берег, можно считать официально закрытыми. Если вкратце о замысле, речь идет об огромном военном оперативном сценарии, то противник атаковал отсюда. Вот вы можете наблюдать противоположный берег и был успешно ликвидирован. Потрясающая работа разведки, противовоздушной обороны, артиллерии, да и в целом можно было наблюдать четкую, слаженную работу всех казахстанских солдат. Но об итогах комплексной проверки боеготовности Верховным Главнокомандующим и другие детали расскажем в следующих выпусках. Студия, вам слово. Я напомню Айгулю Монтаеву о своенных учениях из Алматинской области. Айгуль, большое вам спасибо. Продолжение следует...